Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 ноября. Я продолжаю показывать те сорта томатов, которые очень хорошо хранятся, которые на сегодняшний день, на 14 ноября, сохранились у меня в подвале, в свежем виде, в прекрасном состоянии. Вчера я показывала, что лучше всех сохранился желтый банан безотходно, потом там перцевидный полосатый, потом добарао черный, потом черный мавр, по-моему, все. А, и еще петруша. Вот сегодня я хочу показать вам еще два сорта, но хочу напомнить, что лучше всего все-таки хранятся томаты с маленьким плодом до 100 грамм вес. И поэтому я больше всего укладываю все перцевидные, все вот такие маленькие сливовидные, потому что большие томаты укладывать бесполезно. Ну, не знаю, может у кого-то получается долго сохранить крупный мясистый такой сочный томат, но у меня они обычно портятся в первую очередь. Вот сегодня герои нашего вот этого фильма сорт Мархотская кисть и сорт Казанова. Про оба этих сорта есть летом у меня видео. Вот Мархотская кисть попала ко мне, она сначала была под названием у меня Мараханская кисть, потому что она вообще поступила необычным способом, не из магазина, без пачки, безо всего, просто прислала женщину мне, и была подписана она Мараханская кисть. Я ее так и подписала, эти семена, и она так у меня называлась. Но потом, когда она выросла, я начала смотреть описание в интернете, начала комментарии там читать, я ее идентифицировала, идентификацию сделали. Короче, это именно Мархотская кисть, сорт из Белоруссии. Про нее написано, что она, это индент, во-первых, и в описании написано, сливовидная, малинового цвета, с жемчужным муаром. То есть, она никогда не будет сильно ярко-маленовая, ну вот здесь вот есть и поярче, но они все равно с каким-то вот таким с отливом, действительно с жемчужным. И вес указан, вес 80-110 грамм. Вот это именно идеальный вес плода для хранения. Смотрите, вот 14 ноября, вот я ее жму, она такая прям тугая, такая хорошенькая. Но как с куста, вот ничего больше не могу сказать, что как с куста. И жопки у них целые, и все, и все-таки они лежат больше месяца уже у меня в подвале. Их, я вместе с Казанова показывала, что я их вялила, потом я их, вот из-за того, что они такие тугие, в нем много вот такого как сухого вещества, они идеально подходят и для вяления, я их запекала. Вообще написано, что они для консервации, и про них написано, что они очень плотные, не растрескиваются, у них сладкий вкус и аромат. И еще в этом же описании вы можете прочитать, но вы можете сами посмотреть, они у меня под номером 164 в каталоге, в Одноклассниках выложен каталог с подробным описанием, и там написано, что этот сорт урожайный, дождливое и прохладное лето. Вот они у меня росли нынче в открытом грунте, я не могу сказать про дождливое лето, у нас нынче было сухое лето, но я думаю, что если написано, то скорее всего это так и есть. Это сорт из Белоруссии, и у меня ни разу не было, конечно, белорусских сортов, вот занесло их каким-то ветром, эта женщина ей тоже кто-то дал, и вот так вот оно как по сарафанному радио, оно пришло, как по глухому телефону, пока дошло название, оно немножко исказилось, но сейчас я восстановила это название, вот эта мархотская кисть сохранилась в идеальном состоянии, она индетерминатная, кистями урожайная, вот они висят, он похож этот плод на юбилейный тарасен, как кто знает, тоже вот так вот висят кисти, очень красиво, но мы сейчас не про красоту, но про хранение, вот прохранилась она очень хорошо, вот здесь вот видно муаровый отлив, пятнышки такие маленькие беленькие-беленькие пятнышки, так, всё, про них я сказала, это я их приготовила, сейчас я буду их делать блюда, как запечённые томаты и запечённый перец, когда буду делать, покажу, и вот Казанова тоже, я про него уже говорила, что и в некоторых описаниях написано, что он хорошо хранится, но вот это в подтверждение того, что он хорошо хранится, он у меня вызрел почти весь, крупные, конечно, я уже все употребила в еду, остались вот среднего размера и осталась самая мелочь, она у меня отдельно лежит, вот смотрите, здесь покажу, они не такие красивые, потому что они ещё не дошли, не дозрели, они ещё в пути, так что если вот эти вот хранились полтора месяца и поспели, то вот самые маленькие, они, наверное, будут лежать вообще около двух месяцев, они тоже такие тугие, хорошие, но вот эти я снимала совсем-совсем зелёные, вот совсем зелёные, я даже не надеялась, что они поспеют, но поспели все, когда буду готовить блюда, запечённые томаты, я, конечно же, буду разрезать, и я тогда покажу, какие они в середине, потому что обычно, если рвёшь очень зелёные томаты, и они дозревают, ну, в таких условиях, в неестественных, то у них остаётся белая сердцевина, вот эта, непроспевшая, я про Петрушу уже показывала, что там белая вот так, это именно не вот этот вот пучок, который не жуётся, ну, а просто как недозрелая, я про Петрушу говорила, что он там внутри белый, вот вчера сделала салат из Петруши, но ничего страшного, он такой же, вот эта вот белая непрозревшая часть, она такая же на вкус, она не твёрдая, она просто чуть светлее, чем основной плод, когда буду разрезать вот эти плоды, я вам всё покажу, на этом заканчиваю, значит, ещё два сорта, которые на будущий год вы можете посадить для того, чтобы их похоронить подольше, это вот наша красавица, морхотская кисть и наш вот этот, как шутник Казанова, очень хорошо хранятся, но мне вот эта морхотская кисть нравится, ну, вот вообще, как будто, ну, не было этих полтора месяцев, смотрите, этот очаровательный носик, ну, вообще, прелесть, а не помидорка, можно хранить, можно солить, вялить, запекать, вот сейчас я буду делать с него такое вкусное-вкусное блюдо, запечённая морхотская кисть, всё, до свидания!